Мишка. Привет всем. Привет. Мы сейчас едем на Коп с Михой. Видео про этот поиск будет на канале. Я оставлю здесь. Под этим видео ссылочку. Будет на основном нашем канале. Да, Миха? Вот. А сейчас мы поедем. У нас камера поломалась старенькая. Хорошая камера. Сонька. Сейчас я вам покажу, что в ней не работает. И мы ее отдадим на ремонт. Миха, давай поможешь. Давай. Снимай камеру. Вот смотрите, такая старенькая камера. Она без стабилизации. Ну, в принципе, когда, если на штативчик поставить, снимаешь. И я всегда делал экран раз и разворачивал к себе, чтобы было видно, что снимаюсь. Вот. А теперь что случилось? Видите, экран, когда немножко пошевелил, оп, пропадает. Видите? Когда переворачиваю к себе, чтобы так ничего, экран не реагирует. Значит, здесь какой-то шлейф. Обломался, переломался. Так немножко вниз нагнешь, работает. Видите? Снимает. Выровнял уже хуже. А когда переворачиваешь, совсем плохо дело. Белеет экран. И сейчас мы ее завезем в мастерскую. И еще одно. Я вам сейчас хочу продемонстрировать, показать быстренько, чтобы вас заинтересовать, кому интересно. Хочу показать, что я сделал себе. Кто занимается видео, кто снимает. Тому, наверное, будет интересно. В общем, не переключайтесь. Чуть позже покажу. Так, давай, Миха, пристегивайся. Потому что нужно ехать. Обязательно быть пристегнутыми. Отвезем камеру в мастерскую. И поедем с мишкой покопаем. Погнали. Так, давай маску я одену, а то без маски нас... Не пустят. Да, не пустят. Вот такой у нас масочный режим. Хотя где-то можно. И кафе работает. Где нужно, да? Кому нужно у людей. И на природу нельзя почему-то. Ну ладно, это отдельная тема. Да, вроде как работает. Ну да, перелом нашли. Сам крест. Можешь? Занято. Да, там вроде по поводу уже было. А тут не ежутки. Не-не-не, тут флешка. Так давай, я оставлю. Так, ну все, отдал я. Соньку свою. Сказали. Шлейф посмотрели. Есть шлейф. 150 гривен стоит. Ну примерно 450, если на рубли. И если на доллары переводить, доллар у нас 127 сейчас. Ну, посчитайте сколько это. Ну и работа, говорит, столько же. Короче, гривен 300-350. Обойдется восстановить Сонечку. Хорошая камера. Я же говорю, если со штатива снимать. Пристел будешь? Да. Если со штатива снимать, так, она четко снимает. Просто там что плохо, что нет стабилизации. Никакой. Ну все. Я уже переоделся. Едем мы на коп. В общем, видео про коп еще расскажу. Будет ссылочка здесь, под этим видео. Кому интересно, переходите, смотрите. Да, Миха? Да. Работает? Да. Молодец. Все, снимай. Итак, смотрите, друзья. Что я сделал. Есть у меня две камеры. Я пользуюсь камерами Экин H9. Вот у меня есть такая. Это я специально вкладываю. Кусочек. Тонкий-тонкий от губки. Чтобы линза не касалась сюда, к стеклу. Потому что было у меня так, что касалось. И пятнышко было на видео. В общем, смотрите. Есть у меня две камеры. Экин H9. Они абсолютно одинаковые. Снимаю я 1080-30 фпс. Потому что 60 фпс. Не знаю почему, но бывает подвисает камера. В общем, неважно. Очень много видео, как делать на эту камеру микрофон. Видео много. Наберите, кому интересно, как ставить микрофон внешний на камеру Экин H9. Есть. Вот. Я такое сделал. Видите? Вот я ставил микрофон. На эта камера более-менее видео пишет. А звук, конечно, здесь паршивый. Но я вставил микрофон. Не отключил микрофон, который здесь внутри стоит. То есть пишет сразу и внутренний микрофон, и внешний. Я попробовал. У меня есть хороший. Мишка, ну покажи. Видите? Конденсаторный микрофон. Это называется он боя. Когда ветер, как все знают, да, большой шум в микрофон, шипение, неприятно смотреть. Что я сделал? Взял я вот такие, вот такой бокс. Это бокс специальный для того, чтобы нырять с этой камерой. Сделал здесь отверстие под микрофон в этом боксе. Вот здесь оно есть. Я вам сейчас дальше покажу. Вставляю камеру. Когда вставляю камеру, подключаю внешний микрофон. Внешний микрофон пишет тихо. А шум, который сюда попадает, ветер, шумит сам внутренний микрофон. И поэтому нужно, хочешь не хочешь, пришлось мне сделать ветрозащиту и на сам вот этот пластиковый бокс. Взял я обычную отвертку. Вот здесь аккуратно взял и отверстие сделал под штекер. Вставляю сюда камеру. Закрываю полностью. Вот она у меня закрыта в таком положении. Можно поставить на резинку, как вот эту камеру я сейчас поставлю. Вот. Эта камера на резинке, эту можно на кепку, можно а также на резинку эту, в общем, разницы нет никакой. Сзади я прикрепил, здесь конденсатор стоит, батарейка. Вот здесь вот у меня отверстие, и я подключаю сюда микрофон. Вот он микрофон. Сейчас Мишка покажет, как я одеваю. Сейчас мы запустим камеру. И для того, чтобы заработал микрофон, ну это такой тип, его нужно включить. Это конденсаторный. Вот видите, зелененько, загорел, значит микрофон вот этот работает. Вот так я ее надел. Она сейчас включена, работает. Закреплю петличку. А Мишке надену вот эту камеру, она тоже со звуком пишет, но тут такой же микрофон, как и на этой камере. Итак, вот у Мишки надел я камеру, камера снимает, и моя снимает. У Мишки включен микрофон, и у меня включен микрофон. Сейчас особо ветра нет, и я сейчас включу, вот, запущу звук с этой камеры, с этого микрофона, с внутреннего, который у Мишки. Вот сейчас вы слышите микрофон, который, звук с микрофона, который здесь стоит на, внутренний, внутренний микрофон, который стоит у Мишки, вот на этой синей камере. Миха, ну скажи что-нибудь. Ну, привет. Всем привет, да? Так, вот, а теперь, а теперь я включу микрофон, вот этот, который с этой камеры, и вот этот, пошли, Мишка, там ветер появился. Вот сейчас дует ветер. Я сейчас влюду на Мишкину камеру. Вот, это звук говорит что-нибудь. Это сейчас звук от Мишкиной камеры. Вот это сейчас небольшой, да, небольшой ветер такой дует, и это Мишкина камера. Звук идет вот с этой камеры, без ветрозащиты и без внутреннего микрофона. Вот, теперь я покажу вот с этой камеры звук. Это DJI Pocket. Вот этот звук идет с камеры, которую я держу в руках. Вот, а теперь тот же самый ветер, тот же самый звук, все оно усилено, ну, тот же самый, короче, и только с этого микрофона, который, петличка у меня, и полностью в защите сам бокс, сама камера. Вот сейчас порыв ветра. Вот это идет с этого микрофона. Вот это порыв ветра. Мишка, ну смотри. Вот это порыв ветра идет... Еще раз покажу. Сейчас идет звук с Мишкиной камеры, вот с этой камеры. Без защиты, без ничего. Вот, сейчас идет звук, вот с этой камеры. Ну, ветер то утихает, то сильнее становится. Вот с этого микрофона. Ну, так, в общем, делайте выводы. Как по мне, так лучше. Вот, сейчас порыв ветра снимает. В процессе видео я вот сейчас ставлю звук с микрофона от этой камеры, от микрофон боя. Вот сейчас идет микрофон боя. Идет ветер сильный. Как вы видите, вот смотрите, я сейчас вам покажу. Вот, колышется вот так трава. Порывы ветра здесь есть. И вот так работает наружный микрофон на камере. Которая... И здесь стоит микрофон. Вот здесь тоже стоит микрофон. Но он... Звукоизоляция стоит, и поэтому нормально работает. А сделал ее, сейчас я вам покажу. Вот такой мех. Я даже не знаю, с чего это. Это искусственный мех. Обрезал микрофон. Вывернул. Отрезал, обшил. Обратно вывернул. Вставил микрофон. И вот такой микрофон у меня в защите получился. И... И саму... Сам бокс я просто взял, обклеил. И все. А вот, друзья, я еще включу. Телефон. Как на ветру. Себя ведет тоже без защиты, без ничего. Рейтми. Ну вот 8 про. Вот такие. И сейчас немного ветер утих, в принципе. Не такой. Вот сейчас порыв налетит. Сейчас должен... Вот это порыв. Вот так на телефоне. Без защиты, без ветрозащиты. Так снимает телефон. Вот он, порыв ветра. И вы сами можете оценить, как работает ветрозащита, которую я сделал. Ну что, Мишка? Поехали. Будем искать? Да. Ну все, друзья, как смог объяснил. Теперь беру металлоскатель и пойдем с Мишкой искать на этом пляже. Видео... Вернее, ссылочку на видео я оставлю здесь. Ну вот, друзья. Вот такое видео хотели мы вам показать с Мишкой. Как работает микрофон. Какой звук при таком ветре, когда стоит ветрозащита. Именно, как она называется, мертвая кошка. Так она называется. Такие волосики не обязательно из натурального меха. У меня вообще-то искусственно, не знаю из чего. В общем, вот так работает. Сравнивайте сами, выводы сделайте сами. Если есть какие-то вопросы, пишите в комментариях. И да, Мишка вам хочет что-то сказать. Я снимаю видео, но никто не смотрит. По ссылке в описании есть мой канал. Посмотрите, кому не слушаю. Друзья, если у кого-то есть дети, внуки или еще такие, примерно возраста, как Мишка. Я оставлю здесь ссылочку на Мишин канал. Он там снимает видео, что-то рассказывает, пытается. Ну, нет у него подписчиков пока. Но сильно-сильно пацан хочет. Подпишитесь, пожалуйста. Смотрите, поддержите юного ютубера. Мы уже тоже покопали, кстати. И еще эту ссылочку я тоже под этим видео оставлю на этот коп. И есть золото СССР. Первое на новый металлоискатель. Все, пока. 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 Подписывайтесь. Видео еще впереди. Еще сезон не начался. Путешествие еще впереди. Дай бог каротин этот снять. Всем здоровья. Удачи. Пока. Пока. Давай пристегуйся. Пока. Подпишись. Подпишись вот сюда. На вот это.